Лиса и медведь Жила-была кума лиса. Надоело лисе на старости самой о себе промышлять. Вот и пришла она к медведю и стала проситься в жиличке. «Пусти меня, Михаил Потапыч, я лиса старая, ученая, места займу немного, не объем, не обопью. Разве только после тебя поживлюсь, косточки огложу?» Медведь, недолго думав, согласился. Перешла лиса на житье к медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит. Мишенька жил-запался, сам досыто наедался и лиснику хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах на полочке кадочку с медом, а лиса, что медведь любит сладко поесть. Лежит она ночью, да и думает, как бы ей уйти до медку полизать. Лежит, хвостиком постукивает, да медведя спрашивает. «Мишенька, не как тут к нам стучится?» Прислушался медведь и то говорит, стучат. «Это знать за мной, за старой лекаркой пришли». «Ну что ж», — сказал медведь, «иди». «Ух, куманек, что-то не хочется вставать». «Ну, ну, ступай», — понукал Мишка, «я и дверей за тобой не стану запирать». Лиса заохала, слезла с печи, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась. Скарабкалась на полку и ну починать кадочку, ела-ела, всю верхушку съела, досы-то наелась. Закрыла кадочку ветошкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все прибрала, как у медведя было, и воротилась в избу, как ни в чем не бывало. Медведь ее спрашивает. «Что, куман, далеко ли ходила?» «Близехонько, куманек, звали соседи, ребенок у них захворал». «Что ж, полегчало?» «Полегчало». «А как зовут ребеночка?» «Верхушечка, куманек». «Не слыхал такого имени», — сказал медведь. «И, куманек, мало ли чудесных имен на свете живет». Медведь уснул, и лиса уснула. Понравился лисе медок, вот и на другую ночь кулежит, хвостом облавку постукивает. «Мишенька, не как опять кто-то к нам стучится?» Прислушался медведь и говорит. «И то, кума, стучат». «Это, знать, за мной пришли». «Ну, что же, кумушка, иди», — сказал медведь. «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать». «Ну, ну, ступай», — понукал медведь. «Я и дверей за тобой не стану запирать». Лиса заохала, слезла с печи, поплелась к дверям, а как за дверь вышла, откуда и прыг взялась. Вскарабкалась на полку, добралась до меду, ела-ела, всю середку съела. Наевшись досыто, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, заложила камешком все как надо, убрала и вернулась в избу. А медведь ее спрашивает. «Далеко ли кума ходила?» «Близехонько, куманек. Соседи звали, у них ребенок захворал». «Что ж, полегчало?» «Полегчало». «А как зовут ребеночка?» «Середочкой, куманек». «Не слыхал такого имени», — сказал медведь. «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет», — отвечала лиса. С тем оба и заснули. Понравился лисе медук. Вот и на третью ночь лежит, хвостиком постукивает, да сама медведя спрашивает. «Мишенька, у них как опять кто-то к нам стучится?» «Послушал медведь и говорит». «И то, кума, стучат». «Это, знать, за мной пришли». «Что же, кума, иди, коли зовут», — сказал медведь. «Ой, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать. Сам видишь, ни одной ночки соснуть не дают». «Ну, ну, вставай», — понукал медведь, «я двери за тобой не стану запирать». Лиса заохала, закряхтела, слезла с печи и поплелась к дверям. А как взять дверь вышла, откуда и прыть взялась. Вскарабкалась на полку и принялась за кадочку, ела-ела, все последки съела. Наевшись досата, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, пригнила камешком и все, как надо быть, убрала. Вернувшись в избу, она залезла на печь и свернулась калачиком. А медведь стал лису спрашивать. «Далеко ли кума ходила?» «Близехонько куманек. Девали соседи, ребеночка полечить». «Что ж, полегчало?» «Полегчало». «А как зовут ребенка?» «По следушкам, куманек, по следушкам, Потапович». «Не слыхал такого имени», — сказал медведь. «Их, куманек, мало ли чудных имен на свете живет». Медведь заснул, и лиса уснула. В долгий ли, в короткий ли, захотелось опять лисе меду. Ведь лиса сластена, вот и прикинулась она больной. Кахи да кахи, покоя не дает медведю, всю ночь прокашляла. «Кумушка», — говорит Мишка, «Хоть бы чем не на есть полечилась». «Ой, куманек, есть у меня снадобница. Только бы метку в него подбавить, и все как рукой сымет». Встал Мишка с палати и вышел в сене. Снял катку, анкатка пуста. «Куда девался мед», — заревел медведь. «Кума, это твоих рук дело?» Лиса так закашляла, что и ответа не дала. «Кума, кто съел мед?» «Какой мед?» «Домой, что в кадочке был?» «Коле твой был, так значит, ты и съел», — отвечала лиса. «Нет», — сказал медведь. «Я его не ел, все про случай берег. Это ты, знать, кума, шалила». «Ах ты, обидчик эдакий, зазвал меня, бедную сироту, к себе, да и хочешь со свету жить». «Нет, друг, не надо, мне на такое напал. Я лиса, мигом виноватого узнаю, разведаю, кто мед съел». Вот медведь обрадовался и говорит. «Пожалуйста, кумушка, разведай». «Ну что ж, ляжем против солнца. У кого мед из живота вытопится, тот его и съел». Вот легли. Солнышко их пригрело. Медведь захрапел, а лисонька. «Скорее домой». Соскребла последний медок из катки, вымазала им медведя, а сама, умыв лапки, ну, мишенька будет. «Вставай, вора нашла, я вора нашла», — кричит в ухо медведю лиса. «Где?» — заревел мишка. «Да вот где», — сказала лиса и показала мишке, что у него все брюхо в меду. Мишка сел, протер глаза, провел лапу по животу. Лапа так и льнет, а лиса его корит. «Вот видишь, Михаил Лопотапович, солнышко-то мед из тебя вытопило. Вперед, куманек, своей вины на другого не сваливай». Сказав это, лиска махнула хвостом, только медведь и видела. Пословица Лиса все хвостом прикроет. Когда ищешь лесу впереди, то она позади. Кто хвалится, тот с горы свалится. Без труда не вынеши рыбку из пруда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok